Добрый день дорогие друзья, я рад вас приветствовать на моем канале и мы продолжаем играть в симулятор механика поездов 2017. Отправляемся за заданием. Итак, у нас довольно большой выбор сегодня. 9, 10, 11, 12, а боже мой. Так, выбираем 9, все будем поочередно. Итак, отыскать нам надо этот поезд в квадрате D3. Хорошо. Давайте сразу открывать карту. Как нам туда пробраться? Как нам пробраться? Вот у нас D3, вот тройка. Где-то вот здесь, вот в этом районе. В принципе не очень далеко. Можно стартовать потихоньку. Потихонечку стартовать. Погодка у нас хорошая сегодня, это хорошо. Солнышко. Так, в принципе мы уже в D3, нам осталось только на линию 3 приехать. Я думаю мы быстро попадем туда. Так, сейчас у нас резкий поворот. И мы выехали на D. Осталось доехать до тройки. Так, давайте немного сбросим скорость. Включим опять карту. Мы едем в принципе правильно. Где-то вот здесь вот я думаю. Либо вот здесь поезд находится. Поэтому мы сейчас проезжаем по прямой. А, вот, у нас уже маркер указывает на нужное нам место. Поэтому нам надо по прямой проехать. Хорошо. Перевели стрелку. И поехали. Так, валяется наш дружище. Сейчас будем его поднимать, на ноги ставить. Вытягиваемся. Поворачиваемся. Пока, наверное, немножко опустим. Так, цепляем. Поднимаем его. Давай, вставай, дружище. Так, есть. Есть. И попробуем сейчас его поставить назад на рельсы. Довольно медленно поворачивается, когда поезд висит. И эту же сторону нам необходимо и поставить. Угол у нас уже правильно выставлен. Поэтому надо выставить дистанцию и высоту. И опускаем. Отлично. Можем оправляться назад в депо. Для его ремонта. Маршрут стоит правильно, поэтому можем ехать и наслаждаться природой. Красота. И мы, в принципе, уже в депо практически. Можно сбрасывать скорость. Вот мы и дома. Ну что ж, давайте смотреть, что нам необходимо найти. Нам необходимо найти пять поврежденных частей. Вероятной причиной повреждения является неисправность одной из элементов выхлопной системы двигателя локомотива. Есть подозрение, что это дроссельные клапаны. Клапаны. Вот что. Дроссельные клапаны. Скорее всего, это где-то вот здесь, наверное, у нас будет. Давайте смотреть. Дроссельные клапаны. Так, мы видим, что у нас крышка. Это уже 100%. И вот я вижу, что у нас еще есть поврежденные детали. Давайте режим исследования включим. Да, я был прав. Скорее всего, это эти детали. Ну что ж, давайте снимать. Давайте снимать. Довольно быстрый и легкий у нас будет ремонт. Но, тем не менее, видите, поезд с данными повреждениями просто-напросто не ехал. Смотрим еще раз. Все нашли? Да, все нашли. Довольно легкий у нас ремонтик будет. Так, куда нам обратиться? Скорее всего, механические. У нас есть гидравлический механизм. Вот этот вот дросселя, да? Который мы должны отремонтировать. Шанс ремонта у нас хороший, поэтому я не волнуюсь. И надеюсь на премию. Естественно, на премию. А здесь, смотрите, даже целых 2%. Осталось. Так, и здесь у нас еще ремонт. И саму крышку надо отремонтировать. 27% там. Есть. Ну и все. Мы молодцы. Отправляемся и ставим все на место. Отправляемся. Бегом, бегом. Быстренько, быстренько. Отдаем заказчику данный поезд. Здесь нам даже не надо было болтики откручивать. Так. Так. Хорошо. И крышку. Отлично. Отлично. Просто супер. Ну что, данный поезд отремонтирован. Отдаем заказчику. Вложились мы в сумму. И поезд отправляется в дальнейшее путешествие. Что у нас по деньгам? Тысячу мы получили. Ну, немного. Немного. Ну и работа была на самом деле легкая. Что тут говорить. Да и поезд даже недалеко был. Поэтому мы быстро справились. Давайте смотреть, что у нас дальше. Значит, задание у нас номер 10. Машинисты у нас жалуются на громкую работу двигателя. Опять же у нас что-то с двигателем. Ну что, принимаем. Принимаем. И нам необходимо найти только одну деталь. Произвести нам надо замену махового колеса. Так. Давайте в двигатель заглянем. Ну что ж, начинаем. Вот наше колесо. И давайте пробовать его как-то откручивать. Я даже не знаю, как оно снимается. Но сейчас будем смотреть. Так. У нас тут много всяких деталей. И они вроде бы блокируются все. Так. Одно сняли. Интересно. Оба. Так. 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 Все. Вытянули вроде моего. Вроде вытянули. Ну что, пробуем ремонтировать. Я думаю, это опять же стол механики у нас будет. Ага. Сто процентов. Отлично. Опять же премия. Это не может не радовать. Но это очень легкое задание. Так. Давайте пробовать все устанавливать назад. Опа. И колесо. Как-то не совсем правильно это наделось. Но тем не менее мы ремонт выполнили. Отдаем клиенту. Таким образом мы заработали с вами еще полторы тысячи. Нормально. Две с половиной тысячи у нас есть. Давайте посмотрим, что у нас по деньгам. Шесть семьсот мы уже насобирали. Довольно много. Я, честно говоря, не знаю, куда нам тратить пока. Пока мы, наверное, придержим эти деньги. Нет у нас какой-то уж сильной необходимости в усовершенствовании. Пока у нас все хорошо. Мы справляемся. Поэтому пока придержим деньги. А вдруг у нас следующая электрика будет? Берем следующее задание. Задание номер одиннадцать. В поезде авария тормозной системы. О, вот это уже серьезная поломка. Так. Тормоза. С тормозами шутить нельзя. У нас получается пять частей необходимо обнаружить. Ну и давайте смотреть, что у нас с тормозами. Ну я вот вижу, что уже, да, у нас тут все коричневенькое такое. Поэтому, скорее всего, это и нужно заменить. Давайте сразу снимать то, что нам кажется подозрительным. Я думаю, вот это надо снять. Вот здесь вот. Открутить. Так. Это все у нас к тормозам относится. Так. И здесь. Это сколько мы с вами деталей? Четыре детали. А нам нужно еще одну обнаружить. Если я не ошибаюсь. Давайте глянем еще раз. Да, одна у нас не найдена. Ну что ж, давайте смотреть, где же она может быть. Где же эта зараза может быть. Ну-ка, вот этот вот посмотрим. Проверим. Нет, этот хороший. А, вот с этой стороны у нас, смотрите. У нас гидравлические провода. Можно сказать, вышли из строя, да. Так, ну сейчас мы точно все обнаружили. Поэтому отправляемся на ремонт. Надеюсь, у нас все получится. И если вдруг у нас маленький шанс ремонта будет. Так. Здесь 100%. Окей, ремонтируем. То мы тогда с вами пойдем сделаем усовершенствование стола. А потом уже будем ремонтировать. Смотрим. Шанс у нас по 100%. Поэтому ремонтируем. И не боимся за нашу премию. Так. Хорошо. Все детали отремонтировали. Мы можем устанавливать назад. Начнем с этой стороны. У нас тут гидравлические провода. Мы можем перевернуться. О, смотрите. Мы можем перевернуться, чтобы не оббегать. И устанавливаем. С этой стороны. Все запчасти. Так. Поршень. Такой новенький по сравнению. Даже вот с этим, если сравнить. Чистенький, новенький. Мы его почистили. Так. И осталось. Это провода. Гидравлического тормоза. Все. Вроде бы как все. Мы справились. Давайте смотреть. Да, мы все установили. И завершаем. Довольно легкий ремонт этот был. Но 2000 нам дали. Это не может не радовать. Так. Это еще не все задания на сегодня. Идем дальше. Идем дальше. Задание номер 12. В поезде проблема с накопителем топлива. Оу. Бак не герметичный. Это уже серьезная поломка. Из него вытекает топливо. А что нам так мало денег дают? А вот смотрите. Бак какой ржавый. Да. Мы уже видим. С топливным накопителем. Проблема. Так. Давайте смотреть. Что у нас тут. Что мы можем сделать? Так что мы его будем заменять что ли? Не проверено. Но понятно что это это. А как его снять то? А. Все. Вижу. Вижу. Нам надо вот здесь вот. Вот так вот. Как то мы легко это сделали. Даже очень. Пугающе легко. Так. Ну что. Отправляемся на ремонт. Интересно какой стол будет. Я даже не знаю. Но давайте попробуем механику. Да. Механика. 100% вероятность ремонта. Так. Есть. Такая страшная проблема. И так легко решена. Ставим назад. И. Накопитель сжатого воздуха. Тоже назад. В принципе и все. Вот такое вот у нас легенькое задание. Отдаем. Тысячу нам дают. Но это круто. Это круто. Так. Да. Тысяча. Отлично. Мне интересно что же будет дальше. Смотрим. Задание номер 13. На одной из пригородных станций застрял локомотив. Он не в состоянии эффективно ускорить ход. Его отбуксировали в депо. Он нуждается в ремонте. Похоже это серьезная авария двигателя. Вау. Авария двигателя. Ничего себе какой у нас перечень. Обалдеть. Ну ладно. Пойдем искать. Ну и соответственно еще вознаграждение у нас немаленькое. Так. Значит двигатель у нас. Да. Хорошо. Хорошо. Вот наш двигатель. Снимаем крышку. Она точно нуждается в ремонте. Одну и вторую. И давайте смотреть. Может быть мы визуально как-то определим. Визуально наверное не получится. Что тут может быть такое? Ага. Вот смотрите-ка. У нас похоже вот эта запчасть поврежденная. Да. Распределительный вал. Скорее всего. Да. Толкатель. У нас так. Сколько мы нашли? О боже. Сколько еще найти надо. Так. Давайте смотреть. Что у нас еще? Может быть. Так. А это вот. Это. А. Это крышка идет. Хорошо. Крышка. Крышка. Может все. Все поснимать. Так. Я вроде бы больше и не вижу. То нужно еще менять. Давайте все проверять. Ну а что делать? Может быть сами провода? Топливный провод. Да нет. Нормальный он. Проверяем. Все потихоньку. О. Вот. Смотрите. Еще. Еще нашли запчасть одну. Так. Так. Пружина клапана. Мы обнаружили. Одну. Но это еще не все. Так. А как она? Она у нас тоже такая грязная. Грязная черная. Так. Ну. Давайте посмотрим визуально по остальным. Есть у нас проблемы. В принципе. Я думаю что проверенные. А. Смотрите. Нам надо все снимать. Чтобы распределительный вал достать. Нам и толкатель надо будет снять. Поэтому снимаем сразу все. В любом случае нам и надо будет это сделать. Соответственно может быть обнаружится еще одна какая-нибудь деталь. Во-первых нам лучше будет видно. И это уже серьезный ремонт. И нам как раз хорошо будет видно. Если вдруг мы что-то не увидели. То нам будет легче рассмотреть. Так. Самую большую деталь сняли. А теперь здесь. Смотрите тут еще и. Провод зажигания. Так. Провода нам все равно эти надо снимать все. Разбираем. Разбираем пол машины. Хорошо. А смотрите еще есть клапан двигателя. Возможно там тоже есть повреждения. И по-моему они такого подозрительного цвета. Давайте-ка мы посмотрим сейчас. Все детали обнаружены или нет. Смотрите. Мы все детали обнаружили. Пока все снимали. Добирались до нужной нам детали. Обнаружили все остальные. И сам цилиндр у нас. Ну цилиндр вроде нормальный. Так. Точно все? Точно все. Хорошо. Хорошо. Отправляемся на ремонт. Отправляемся на ремонт. Ну начнем с механики. Как обычно. Две крышки у нас. 100% шанс успеха. Поэтому не боимся. Ремонтируем это все дело. Так. Здесь 98% тоже нормально. Толкатель. 100% есть шанс у нас. Так. Идем дальше. Распределительный вал. 100%. Давайте. Ремонтируем. Хорошо. Что у нас дальше по запчастям? Пружина клапана двигателя. Тоже 100%. Нам можно стол уже и не качать. Дальше. Клапан. Клапан, клапан. Клапана у нас идут. Хорошо. И тут 100%. Отлично. Свеча накаливания получается. Это у нас уже наверное электрика будет. Смотрите. Крышка в камере сгорания. 66% вероятности. Давайте-ка мы наверное качнем. Качнем стол. Механический наш. 6200 у нас еще останется. Так. Давайте смотреть. 100%. Отлично. Ремонтируем. Есть. С механикой мы закончили. Я думаю, что это будет электрика у нас. Первый раз. Первый раз. Да. Свеча накаливания. Это у нас к электрике относится. Вероятность починки 100%. Поэтому ремонтируем. Хорошо. Все. Все детали мы отремонтировали. Будем сейчас устанавливать назад на двигатель. Так. Теперь у нас идет режим сборки. Давайте посмотрим, как крышка в камере сгорания выглядит должна по сравнению со всеми остальными. Ржавыми. Вот такая вот она. Так. Продолжаем режим сборки. Устанавливаем все остальные детали. Так. У нас проводочек там был еще. Провод зажигания. И устанавливаем теперь все назад. Главное все клапаны поставить. Ничего не забыть. Чтоб лишних не осталось запчастей после ремонта. Так. Трудность была в данном ремонте в том, что найти проблему трудно. А в принципе ремонт, как вы видели, мы быстро выполнили. А вот обнаружить проблему было проблематично. Но ничего, мы справились. И ставим свечку назад. Так, можно провода поставить уже. Хорошо. Все, распределительный вал. Ставим на место. Ох, какой беленький, чистенький, красивый. Так. Ну и все толкатели клапанов. Тоже назад. Все. Все мы поставили. Накрываем это все дело крышками. Так. Вот. Красота. Красота. Ну что. Довольно сложный ремонт был. Но мы справились. Мы молодцы. В любом случае мы молодцы. Так. Отдаем наш заказ. Наш поиск клиенту. 3000. Смотрите, нам дадут бонусы за это. Отлично. Завершить. Полторы тысячи за небольшую стоимость нам дали. Еще сверху. Опа. А что это случилось? Куда нас перекинули? Нам дали новый... Новый офис? Пацаны, новый офис. Ура. Слушайте, тут роботы уже какие-то. Какие-то тут непонятные штуки. Так. Давайте, ладно, посмотрим, что у нас тут есть. Опять же, у нас три стола. Это у нас гидравлика, скорее всего. Да, это гидравлика. Это у нас электрика. А это механика. Класс. Мы можем по лестнице даже подняться. Ну и давайте зайдем в наш главный офис. Что у нас здесь? О! Кресельца. Вот это я понимаю. Комп нормальный у нас. Вентилятор. Вот такие у нас перемены в нашей жизни. Ну что, дорогие друзья. Я на этой радостной-прирадостной ноте буду заканчивать данную серию. Обязательно будем продолжать. Обязательно будем играть в данную игру. А я надеюсь, данная серия вам понравилась. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok